Привет всем! Сегодня будем готовить телячий баб. Нам понадобится телятина. Потом в процессе расскажу, какие микроградиенты нам дальше будут нужны. В процессе все увидите. Сейчас нарежем кусочками небольшими. Нарезали телятину. Теперь берем пакет, убираем ее в пакет. Заливаем соевым соусом и отставляем в сторону. Сейчас он пропитается. Пусть маринуется. Пока нарезали овощи, наше мясо промариновалось. Сейчас нам надо в казанок налить масло подсолнечного. Я добавляю подсолнечное масло с добавлением оливкового. И кусочек масла сливочного надо. Ребята, обязательно. Вкуснота неимоверная получается, когда добавляете масло сливочное. Вот где-то такой кусок, грамм 100, наверное. Может чуть меньше. И ждем, пока все это дело у нас растопится. Масло наше стало нагреваться. Такими движениями смажем борта нашего казанка. Масло раскалилось и постепенно добавляем телятину. Чтобы нам казанок не остудить сразу, потихонечку. Постепенно вводим и помешиваем. Смотрите, как телятина в своем соку купается. Это значит, что пора нам добавлять паприку. Паприки возьмем не целую чайную ложку. Посыпем и столько же возьмем крыкумы. И сейчас перемешаем все это дело. И дадим еще покипеть какое-то время небольшое. Смотрите, цвет приобретает какой приятный. Какое-то время еще покипело. Не знаю. Ребят, в районе 5-10 минут где-то все это дело должно у нас прокипеть. Добавляем приправу для говядины. Хоть у нас там телятина, но ничего страшного. У меня есть остатки какие-то. Остались небольшие. И берем зиру. Она вот такая. Вот, ребят. Вот зира. На руку насыпаем. Блин, много. Меня просто зиру не очень уважают. Мне приходится делать экономнее. И растираем в руке вот таким образом. Как бы перемалываем. И добавляем в телятинку. Аромат уже шикарный. Теперь нам с вами пора добавлять соевый соус. Я добавил грамм почти 200. Около 200 грамм у меня было. Сами видели. Ничего страшного. Много не будет. И теперь нам надо дальше взять соль, посолить. Хоть соевый соус и имеет соль, но в нем маловато. перемешаем. Запах обалденный. Приправами, еще соевым соусом. Ох, блин. Даем закипеть. Закипело. Отставляем на другую конфорку. Я уже поджег ее. Добавляем воды. Бутылированной. Ребята мне говорят, а не бутылированную можно? Ребят, можно, скажу. Просто у меня бутылированная. Я пользуюсь ей. Делаем чуть-чуть больше половины чугунка, то есть казанка. Накрываем крышкой. Ставим сковородку. Наливаем масло подсолнечное. И даем ему нагреться, раскалиться. Сковородка нагрелась. Пора нам делать пережарку. Отправляем туда лук. Ребят, левой рукой неудобно. И жарим до золотистого цвета. Лук почти готов. Отправляем туда соломкой нарезанную морковку. И жарим все вместе. Морковка наша стала подрумяниваться. Пора теперь отправлять томатики. Я маленьких 3 штучки нарезал. И начинаем обжаривать уже с томатами. Наша овощная смесь готова. Выключаем. Смотрим, что у нас здесь. О, здесь все заработало, закипело. Пока убавляем. И сейчас будем добавлять картошку. Сейчас водичку солью с нее. Воду слил. Теперь ставлю опять я на всю катушку. и добавляем картошку туда, высыпаем. Аккуратненько. Ребят, в кипящую воду надо высыпать картошку в горячую. Рекомендую. Очень вкусно получается. Так, теперь нам надо все это дело распределить и ждем дальнейшего закипания. Путь закипает. И потом я уже включусь, покажу, что будет дальше. Так, у нас все закипело здесь. Теперь нам надо с вами отправить туда нашу овощную пережарку. Блин, я как готовил, такой запах обалденный шел. Этой пережарки, блин, так и хочется ее съесть без супа, без нашего. Сейчас размешаем и дадим повариться минут 10 в таком виде. Убавляем огонек, чтобы не кипело больше сильно. Прошло минут 10-15 где-то, ребят, не засекал. Теперь нам надо придать нашему блюду остринку. Добавляю я красный молотый перец. Это придаст пикантность нашему блюду. Те, кто не любит острое, можно не добавлять. Я вот что-то захотел с ней. Остаточки лисейские, кое-какие. Вот, все. Теперь дальше. Берем болгарский перец, я уже заранее порезал. Добавляем туда же. Сейчас утопим. Накрываем крышкой и готовим в районе 30-40 минут. Прошло в районе 40 минут. Смотрите, потихонечку кипит у нас. Сейчас будем усиливать запах. Добавляем лавровый лист и чеснок. Я мелко порезал. Тоже туда добавляем. И еще варим в районе 20 минут. Прошло в районе 20 минут. Смотрим. Ребят, запах изумительный. Выключаем и даем настояться минут 20. И как раз чуть-чуть оно подостынет. И потом будем уже дегустировать. Блюдо наше настоялось. Теперь можно уже накладывать. Смотрите, ребята, какая красотища. Ох, бульончику нальем. Идем дегустировать. Пришло время дегустации. Смотрите, как я украсил красиво все зеленью. Пробуем. Берем картошечку. Картошка, ребят, как бы показать-то. Рассыпчатая. Берем, пробуем теперь кусочек мяса. Смотрите, оно отделяется друг от друга. Как волокон. Вот такое. Пробуем теперь бульон. Я не могу передать. Наивкуснейший. Возьму морковочку. Такая вещь, ребят. Не знаю, что и сказать, ребят. Это только достойно лайка. Ребят, кому понравился рецепт, все лайки ставим. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.